Органы государственной власти. Так звучит третий раздел Конституции. Сегодня мы приступаем к разбору главы 2 этого раздела, к законодательной власти и полномочий Джогуркукиниша. На АЛЛАТО 24 вы смотрите проект о Конституции. Я Надежда Усова. В части Конституции законодательной власти много изменений, начиная с первой статьи этого раздела. Высший представительный орган – это Джогуркукиниш. Первое изменение – это сокращение числа депутатов со 120 до 90. Увеличен возрастной ценз. Раньше депутатом мог стать человек, достигший 21-летнего возраста. По новой редакции народным избранником может стать лицо не моложе 25 лет. Итак, в статье 76 говорится. Джогуркукиниш. Парламент Кыргызской Республики является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий. Джогуркукиниш состоит из 90 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Депутатом Джогуркукиниша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день выборов 25 лет, обладающий избирательным правом. Порядок избрания депутатов Джогуркукиниша определяется конституционным законом. Депутат Джогуркукиниша может быть отозван в порядке и в случаях, предусмотренных конституционным законом. Депутаты Джогуркукиниша могут объединяться во фракции и депутатские группы. После объявления результатов выборов Джогуркукиниш собирается на первую свою сессию не позднее, чем через 15 дней. Соответственно, в этот день проходит присяка депутатов. Полномочия парламентариев начинаются именно со дня принятия ими присяги. Джогуркукиниш собирается на свою первую сессию не позднее 15 дней после определения результатов выборов. Первое заседание Джогуркукиниша открывает старейший по возрасту депутат Джогуркукиниша. Со дня первого заседания Джогуркукиниша полномочия депутатов Джогуркукиниша прежнего созыва прекращаются. Полномочия вновь избранных депутатов Джогуркукиниша начинаются со дня принятия ими присяги. Депутат не может совмещать депутатскую деятельность с иной государственной или муниципальной службой, заниматься бизнесом, входить в состав органов или наблюдательного совета коммерческой организации, но при этом разрешено заниматься научной, педагогической или иной творческой деятельностью. Депутат Джогуркукиниша не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в Джогуркукинише. Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только в согласии большинства от общего числа депутатов Джогуркукиниша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления. Депутат Джогуркукиниша не может совмещать депутатскую деятельность с иной государственной или муниципальной службой. Он не может осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Депутат Джогуркукиниша может заниматься научной, педагогической или иной творческой деятельностью. Полномочия депутата могут быть прекращены только при случаях, если меняется гражданство, совершено преступление и есть решение суда, не посещение заседания в течение 10 дней и многое другое. Об этом все можно узнать в 79-й статье предлагаемого проекта Конституции. Полномочия депутата Джогуркукиниша прекращаются одновременно с прекращением деятельности соответствующего созыва Джогуркукиниша. Полномочия депутата Джогуркукиниша прекращаются досрочно в случаях. Подачи им письменного заявления о сложении депутатских полномочий. Выхода из гражданства, принятие гражданства другого государства. Отзыв депутатского мандата. Перехода на другую работу или не оставление им работы, несовместимой с выполнением депутатских полномочий. Признание выборов недействительными. Выезд на постоянное жительство за пределы Кыргызской республики. Признание депутата судом недееспособным. Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него. Отсутствие на заседаниях Джугур-Ку-Кенеша без уважительных причин 10 рабочих дней в течение одной сессии. Вступление в законную силу решения суда об объявлении его безвестно отсутствующим или умершим. Смерти депутата. Досрочное прекращение полномочий депутата Джугур-Ку-Кенеша по указанным основаниям осуществляется решением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, принимаемым не позднее 30 календарных дней со дня возникновения основания. Так как кыргызстанцы 10 января выбрали президентское правление, соответственно, изменились и пункты в разделе «Законодательная власть». Но переход от парламентской республики к президентской не значит, что у Джугур-Ку-Кенеша сокращаются полномочия. Об основных полномочиях и работе Джугур-Ку-Кенеша расскажем в нашей следующей программе. Оставайтесь вместе с АЛАТО24. Увидимся!